Газета «Нераскрытые преступления» представляет В мире есть сила, порядок и закон Когда равновесие нарушается, появляется преступление В преддверии дня рождения газеты «Нераскрытые преступления» Мы взяли ряд интервью у экспертов, с которыми взаимодействовали на протяжении 2015 года Ключевые вопросы касались важности создания профильных средств массовой информации А также эффективных способов борьбы с информационным воздействием При этом, конечно, не обошлось без поздравлений в адрес редакции нашей газеты Я свое мнение скажу вам как кандидат в юридических норм Я вам скажу такую ситуацию, что в любой системе, в любой отрасли нашей жизни должны быть специалисты Такой наш склад, тут ничего не сделаешь И самое главное, чтобы эту работу, которую делают люди Которые берут на себя ответственность Которые определяют какие-то обстоятельства для улучшения Или каких-то элементов реорганизации Они должны в первую очередь быть высвещены средствами массовой информации Которые являются непосредственно специалистами в этом направлении Я вообще за то, чтобы в каждом юридическом вузе был факультет криминальной журналистики Это очень важно, потому что не зная юриструденции Разговаривать о юстиции или, будем говорить, сфер криминальной юстиции Административной юстиции и так далее, и так далее В принципе невозможно Поэтому, на мой взгляд, чем больше будет у нас профильных телеканалов, журналов Которые будут заключать договора на прямую поставку информации По тем или иным вопросам Определяться в совместной деятельности Реализовывать какие-то совместные проекты Тем легче будет и обществу, и населению воспринимать эту информацию И вот эта информация, как по мне, эта информация будет уже от первого лица От лица, который является специалистом в этом направлении В юстиции, в уголовной юстиции простых людей не может быть Это специалисты должны быть Мне кажется, наверное, и в любой отрасли простых людей не может быть Но есть особенность, та, которая влияет на общее сознание человека Это, в первую очередь, правильность, понимание, нормы, что это такое, для чего Ну и, естественно, законность Тут никаких элементов нет Поэтому тут три кита Принципы, на которых базируется вся отрасль права Методы, которые должен знать каждый человек, который занимается юриспруденцией И имеет возможность влиять на ход каких-то обстоятельств И форма, которая дает возможность определить механизм реализации тех или иных условий В преддверии вашего праздника Вашего праздника я хотел бы вашему проекту, вашему каналу, вашим коллегам Всем пожелать огромного здоровья Ну и в преддверии Нового года, естественно Самое главное для нас всех Это здоровье и творческого натхнения Потому что если не будет творческого желания Если человек не будет с уважением относиться к своей работе, как относитесь вы Ничего у человека не получится А в таких больших проектах, как ваш Я считаю, что и вижу, что у вас есть очень разумное руководство Которое определяет приоритеты У вас есть достаточно мощный и творческий потенциал У вас есть достаточно мощные знания И все это, и люди вокруг вас добрые, понимаете Они не приходят с амбициями, а это очень важно Я хотел бы, чтобы ваш праздник, вам сказать огромное спасибо За то, что вы делаете правильные вещи Может быть, для кого-то они могут показаться неправильными Но для нас, в первую очередь, и для меня, как для человека Который всю жизнь старался и стараюсь делать все, будем так говорить, открыто Я считаю, что такие проекты должны быть Они должны развиваться Ну а вам творческого долголетия Долго-долго-долго и вместе с нами Прожить еще часть какой-то жизни О которой мы в конце потом скажем Да, это было в нашей жизни Но это было правильно, по закону, и так, как есть Спасибо большое Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!